представьте себе мир без нефти исчезнут сотни обычных предметов и привычных нам вещей ежедневно в мире потребляется 100 миллионов баррелей нефти это почти 250 тысяч вагонов цистерн товарный поезд длиной больше трех тысяч километров это почти как расстояние между москвой и новосибирск добывать нефть сегодня также сложно и дорого как исследовать космос поэтому теперь в нефтяных компаниях работают не только геологи и буровики но также математики физики химики айти специалисты многие думают что нефть свободно течет под землей как река на самом деле она содержится внутри плотных геологических пород и перемещается по микроскопическим трещинам и порам по сути находится внутри камня в середине прошлого века нефть добывали из пород с высокой проницаемостью легко пропускающих ее сквозь себя как губка воду сегодня приходится работать с проницаемостью которая меньше в 10 тысяч раз чтобы понять насколько это сложно представьте что выжимаете воду не из губки а из бетона значит ли это что нефть скоро кончится еще 20 лет назад казалось что до разработка сегодняшних запасов тогда считалось невозможным но все изменилось благодаря новым технологиям управление бурением на расстоянии создание точных цифровых двойников месторождений работа с большими данными вот так теперь добывают нет раньше чтобы добраться до нее достаточно было пробурить вертикальную скважину всего лишь проткнув пласт сверху вниз так как его высота достигала 100 метров сегодня работают с пластами высотой 3 метра поэтому бурят высокотехнологичной горизонтальной скважины с множеством ответвлений на схеме они похожи на латинскую букву l в трехмерной реальности скважины выглядят вот так во время бурения долото не должно выходить за границы нефтяносного пласта который находится на глубине примерно трех километров бурение происходит только на основании показателей множества датчиков без прямого визуального и физического контакта это похоже на микрохирургическую операцию на кровеносных сосудах сотрудники центра управления бурением геонавигатор в санкт-петербурге в режиме 24 на 7 контролируют работу скважин в самых разных регионах россии и за рубежом до каждой тысячи километров максимально точное воссоздание процессов которые происходят под землей дает возможность добраться до сложной нефти для этого в научно-техническом центре газпром нефти создают цифровые геологические модели месторождения инструмент подземного видения это по сути цифровые двойники нефтегазовых объектов например бассейновая модель помогает воссоздать процесс которые продолжались миллионы лет и помогли сформировать нефтегазовый бассейн только благодаря ей сегодня можно точно определить где именно искать не в цифровой версии модель кажется небольшой хотя охватывает гигантскую территорию почти 750 тысяч квадратных километров это в два раза больше германии специальные программы помогают создать модель каждого отдельного пласта просчитать более тысячи сценариев расположения скважин и выбрать оптимальны у человека такая работа займет больше бога ежедневно в научно-техническом центре нарабатывается почти пол терабайта информации это 68 миллионов листов бумаги формата а4 исписанных с двух сторон все это помогает успешно добывать нефть в двадцать первом веке и сохранять в нашей жизни не только бензин как многие привыкли думать но и мебель одежду бытовую технику косметику и многие другие вещи без которых трудно себе представить современный мир